Здравствуйте, дорогие друзья! Приготовьтесь еще к одному длинному видео. Сегодняшний выходной я провела снова в ботаническом саду города Питтсбурга, но уже не там, где выставка, а в его запасниках и в теплицах, где выращивают орхидеи для ботанического сада. Ощущение такое, что когда ты смотришь спектакль, и после тебе разрешают зайти за кулисы. Вот это теплое отделение теплицы, где выращивают венерины башмачки, выращивают фаленопсисы. И вот посмотрите, какая чистота! Посмотрите на эту толстушку ванилла орхид. Такого толстого стебля я еще не видела. А посмотрите на этот паф венерины башмачок, линлейн пинг. Кожистые листья, как у психопсиса, красные. С обратной стороны. Полки выглядят полупустыми, не потому что растений здесь мало, а потому что большая часть растений сейчас на выставке, где посетители могут любоваться их цветением. Сегодня заседание нашего клуба по орхидеям проходило в ботаническом саду. Вот здесь члены группы. И нам разрешили приобрести некоторые растения, которые в ботаническом саду, как говорится, в излишках. Надеюсь, мне повезет приобрести сегодня еще один булбофилум. Тиланси. О, вот это орхидея карандаш. У меня такая есть. И даже, может быть, отросток, вот, видимо, от этого. Ну, я не вижу цветоносов. На моем также нет. Значит, наверное, еще не время. Мне все больше и больше нравятся булбофилуми. Вот этот называется булбофилум макрантум. Приближаемся к царству фаленопсисов. И ансидиумовых. Фаленопсисы всех цветов радуги. Особенно нравятся мне красные. Вот эта сиреневая, это карнавал в Рио, Алисиара. Красные фаленопсисы – это что-то. У меня ни одного нет. Думаю, их не выставили на выставку, потому что они не раскрыты еще полностью. Ну, какие краски. А посмотрите, какой темно-бордовый. Вот этот я бы выставила. Я записалась с волонтером в помощь ботаническому саду проработать один день по пересадке их орхидей. Вот будет здорово, когда я смогу помочь и чему-то поучиться в этот день. На сегодняшнее заседание нашего клуба приехал Уэйд, про который я вам говорила. Мужичок, у него свой канал на Ютюбе. И в его коллекции больше тысячи орхидей. О, посмотрите-ка. Это Ринантера. У нее корни вот такие вот кудрявые. Как будто кто-то их закручивал на бегуди. В выставочном зале она стоит высотой до 4 метров. Шикарное растение. Гидрометры в этих теплицах показывают 75% влажности. Но я бы сказала, горшочки, растения, их корни вот такие как бы суховатые. То есть я поняла, что в моей теплице очень сыро. И я решила, что я буду давать своим растениям просыхать еще дольше. Вот здесь малыши видовых фаленопсисов. Стюартианы, шилерианы. Вот их взрослые растения в выставочном зале. Вот этот красный называется Дорита инопсис. Таида салу. Наверное, салют какой-то. Невероятно огромная селоджими. Посмотрите. Наверное, больше, чем 100 псевдобульб на ней. Ну, очень огромное растение. Вот этот розовый напоминает шилериану. Он называется Мадонна Малибу. И этот пестренький, красивый. Wild Fancy. Дикий и модный. О, а вот это Golden Beauty. Этот Golden Beauty гибрид называется Fairy Tail. Сказка. Действительно сказочный. То были мои любимые фаленопсисы, а теперь мои любимые дендробиумы. Посмотрите. Вот этот агрегатум. Вы, наверное, видели его в моих видео. У меня такой есть. Здесь тоже еще. Они не совсем проснулись после зимы. Цветоносов не видно пока. Приготовьтесь к шоку. Bulbophilum Phalaenopsis. Нет, ну вы видели такое. Посмотрите. У него лист длиной почти в метр. Вот этот молодой. Вот этот молодой, еще фиолетовый, еще такой красный. Боже ты мой. Разве это бульбы? Это ведь яйца динозавра, а не бульбы. Вы знаете, что он входит в десятку самых вонючих растений на Земле. Вот пошли котлеи, которые еще не собираются цвести. Их цветущие на выставке я показывала в одном из моих видео. Очень крупные-крупные котлеи. Снова Bulbophilum на блоках. Шикарные растения. Интересно, сколько им лет. Вот этот называется Daisy Chain. Ромашковая цепь. Интересно. Вот этот на отдыхе называется, сейчас посмотрим, в двойном, в тройном горшке Дендробиум аббревиатум. Нет, но вы видели такие огромные лептотисы. Посмотрите, это же монстры. У меня такой мелкий малявка с одним цветоносом. А тот, посмотрите, он даже не в горшке, это не мох, это вот что-то какая-то такая, не знаю, приспособа. Вся оплетенная корнями. Он такой сухой. А посмотрите, сколько цветоносов. Невероятно. Невероятно. Из семян этой орхидеи лет сто назад добывали ванилин. Вот это пара муж с женой. Они члены клуба, они вместе разводят орхидеи. Но везет же кому-то, когда интерес... Вау! Посмотрите, это лобилиай. Булбайфилум. Вот такого бы мне. Лобилиай цветет желтыми цветочками, и его бульбы, ну, совершенно круглые, как шарики. Да, хорошо, когда интересы в семье совпадают. В моей семье они не совпадают совсем. Отношение моего мужа ко всему к этому. Типа, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Вот эти котли, по-моему, до одного метра высотой. Около этих растений знак «Dorman Plants, please do not water». Говорит о том, пожалуйста, не поливайте растения, они спят. И что мы видим? Катаситумы, дендробиумы. Вот посмотрите, наши знакомые сухарики. Совершенно сухой грунт. Никаких признаков жизни. А вот знаменитая «Clawesia Grace Dunn», помните, которая цветет розовыми пушистыми цветами. А нам ведь все жалко наше растение. Мы же так и пытаемся их чуть-чуть хотя бы опрыскать. Наверное, я себе установлю тоже такой знак «Не поливать». Смотрите, как все сухо. И ничего, растения следуют их природному циклу. И это правильно. Какие-то незнакомые коричневые буллибы. Что это такое? Dendrobium siamensis. Точно надо установить себе тоже такой дисплей «Не поливать». О, посмотрите-ка, проклюнулся один цветонос. Посмотрите, вот как будто мертвое растение. Дендробиум аносмум. У меня есть парочка дендробиумов, которые я так и не могу понять. Либо они умерли, либо они практически в коме. Но смотря на все эти растения, в меня вселяется надежда, что мои все-таки выйдут из комы и проснутся весной. Это энсиклии с бульбами, похожими на луковицы. Это, наверное, селоджинии. Вот эта орхидея называется «Rattlesnake orchid». Орхидея – гремучая змея. Что-то бульбы мне ее не нравятся. А вот эта вот огромная орхидея – Шамбурге. Ее я видела, по-моему, на канале у Ирины из Доминиканы. А вот этот огромный энсидиум, ну, точно как у Ирочки из Греции. Посмотрите, какой огромный. Называется «Lemon Heart» – «Лимонное сердце». Сколько тут у него псевдобульб? Ну, наверное, около 20. Снова агрегатум. Есть у него новые росты. Не видно на этом. Еще не проснулся. Вот эта орхидея – в елке Стиора. Карнавал в Рио. Можно просто назвать камбреей. А теперь купайтесь в розовом облаке из фаленопсисов. Уж не знаю, зачем они вот так вот установили их всех вместе. Может, на продажу. Может, вырастет для кого-то розовое облако из фаленопсисов. Переходим в комнату прохладного содержания орхидеи. Написано, держите, дверь закрытой. Здесь не только работают вентиляторы, но и работает кондиционер. И что мы видим? Дендробиумы Нобелия. Некоторые в цвету, некоторые на отдыхе. И опять знак. Не поливать растения. Растения в спячке. Очень ароматный, нежный весенний запах. Определенно. Поливать орхидеи нужно меньше. Огромный дендробиум спешиозум. Это австралийский дендробиум. Его еще называют king orchid. Король орхидеи. Смотрите, какой сухой. Я свой нет-нет допрыскаю. Дендробиум кенгианум. Не в самом лучшем состоянии. О, а вот нашла спешиозум с цветоносом. Посмотрите, цветет он на пятой бульбе. Светочка Кончура, тебе лет пять ждать цветения. И, конечно, в прохладной комнате здесь цимбидиумы. Здесь они не обозначены никакими названиями. Но на них можно любоваться долго и бесконечно. Я вам скажу, субстрат в горшке выглядит сухим. Посмотрите, когда цимбидиум не раскрывшийся, но не напоминает ли он вам кувшинку. Так и хочется дотронуться до каждого цветочка. И на цветах вот такой липкий нектар. Даже, я вам скажу, сладкий на вкус. Давайте просто полюбуемся этими крупными цветами. Шикарные цимбидиумы. Вон их сколько много. Такие нежные. Я все проверяю состояние субстрата, влажность. На ощупь он кажется совершенно сухим. Сейчас я подниму и посмотрю на дне горшка. Если можно увидеть, горшок очень тяжелый. Да, вот посмотрите. Совершенно сухой субстрат. Ну да. Чем влажнее воздух, тем реже они поливают растения. Вот этот ансидиум можно... Почему я говорю ансидиум? Вот этот цимбидиум можно назвать миниатюрным. Называется том сам. Том – большой палец. Смотрите, какой на ярком свете так вообще красота. Здесь нет подсветок, нет ламп, натуральный свет и распыление воздушной водной пылью. Еще один красивый цимбидиум называется Sunshine Falls. Солнечные водопады. Правда, солнечные. На этом название не нашла. Просто любуюсь. А теперь стенопеи. Огромные стенопеи. Посмотрите, сколько бульб. Я не знаю. Пятьдесят. Больше. Вот в таких корзинках, набитых мхом, и корни проросли вглубь. Но о какой пересадке можно тут говорить? Сплошная экологическая система. Видео получилось длинным. Но так хотелось все вам показать и рассказать. И поблагодарить всех моих подписчиков, девчонок, мальчишек. Спасибо, что мы общаемся. Спасибо за вашу поддержку. И я рада, что у меня столько единомышленников со всех концов мира. Как говорится, да здравствует YouTube. Всем желаю здоровья и скорейшего прихода весны. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok